Шалом! С именем одной из сыновей Иосифа, Эфраима, или Ефрема, как он называется в русской Библии. После смерти Соломона и раскола его царства, эти десять колен образовали северное царство, называвшееся Израиль, в отличие от южного царства иудейского. Два дома — это дом Израиля и дом Иуды, то есть оба эти царства. Вот что означают все эти названия. В основе этого движения лежат, насколько я понимаю, две идеи. Первое. После того, как в 721 году до н.э. Ассирия угнала жителей северного царства в плен, эти евреи, то есть десять северных колен, исчезли. Другими словами, те, кто сегодня идентифицирует себя как евреи, это потомки лишь двух южных колен, а потомки тех, кто был угнан в ассирийский плен, полностью растворились в истории как евреи, то есть ассимилировались среди ассирийцев и других народов. Идея вторая. Неевреи, которые сегодня верят в Иисуса Христа и стремятся соблюдать специфические еврейские заповеди Торы, то есть субботу, кашрут, праздники и прочее, это на самом деле потомки десяти потерянных колен Израиля. Другой вариант той же идеи, это что все рожденные свыше христиане, не считающие себя евреями, на самом деле являются потомками десяти колен, и потому должны жить по Торе, то есть соблюдая все ее заповеди, а не только этические, а также репатриироваться в Израиле. Все это может прозвучать очень убедительно для тех христиан, которые испытывают влечение к иудаизму, Торе, государству Израиль и вообще всему еврейскому, не будучи при этом евреями этнически. Вот, дескать, в чем дело, вот почему меня все это так интересует, во мне есть таки еврейская кровь. Конечно, чуток разбавленная за эти пару тысяч лет, прошедшие с тех пор, как моего древнего еврейского предка угнали в Ассирию, но это уже детали. Прекрасно, а теперь предлагаю обмозговать все это на холодную голову. Прежде всего получается, что Божье спасение в Мессии Ешуа предназначено кому? Исключительно евреям и их потомкам, то есть только тем, в ком есть еврейская кровь. А все остальные в другой весовой категории. Им Ешуа, очевидно, не нужен. Хочется спросить, почему? Они не нуждаются в спасении в принципе? Безгрешные? Или грешные все-таки, но спасаются каким-то другим путем? И уж если так, то позвольте спросить, каким же именно? Каковы бы ни были ответы на эти вопросы, если они, конечно, вообще есть у эфроемитов, меня крайне настораживает сам вывод о том, что Ешуа предназначен исключительно тем, в ком есть хоть какая-то часть еврейской крови. Уж слишком этот вывод противоречит всему, что мы знаем, особенно из Нового Завета и особенно из деяния апостолов и апостольских посланий. Но прежде чем разбираться в эфроемитских аргументах, нужно прояснить вот что. Диалог предполагает общий язык. Если вы говорите только по-китайски, а я только по-немецки, то у нас нет шансов понять друг друга. И то же самое в любой сфере, где можно прибегать к каким-то разумным доводам. В математике и программировании таким общим языком является логика, в физике, математике и данные физических экспериментов, если общий язык есть, то есть о чем говорить. Нет его, соответственно, говорить не о чем. Если для вас дважды два-пять, то мы можем быть прекрасными друзьями. Но более или менее выгодные схемы ипотечного кредита останутся за скобками нашего общения, например. Но ведь цифра — это не ваша тема, поэтому все, что с ними связано, мы обсуждать просто не будем. Ну, к примеру. В богословии, о котором у нас речь идет, общий язык, насколько я понимаю, состоит из двух компонентов. Во-первых, это источники информации, нашей информации о Боге, о его планах. И во-вторых, методы извлечения информации из этих источников, методы обработки этих источников. Проще говоря, это, во-первых, священные тексты, то есть книги, которые мы считаем святым писанием, говорящим нам о Боге. И, во-вторых, методы толкования этих книг. Если об этих двух вещах заранее не договориться, то лучше даже не пытаться начать диалог. Он заведомо обречен на провал. Но почему я говорю сегодня обо всем об этом? Дело в том, что как среди фреймитов, так и среди придерживающихся учения один закон, есть, по крайней мере, некоторое количество людей, для которых Новый Завет — это, скорее всего, не священное писание, как для меня, а лишь один из множества еврейских текстов эпохи Второго Храма. Он стоит у них наряду, в одном ряду с теми устными раввинистическими традициями, которые чуть позже образовали Медраж и Талмуд. И вот если это вы, уважаемый зритель, то мы с вами можем быть друзьями, можем мило беседовать за чашкой чая о птичках и разных других вещах. Но серьезный разговор о Боге и его планах не сложится. Это совсем, кстати, не означает, что я не вижу ценности в еврейских источниках. Напротив, из них можно почерпнуть очень много важного и интересного, и для правильного понимания каких-то вещей они даже необходимы. Но я не считаю их авторитетными текстами целиком и полностью для себя, лишь потому, что они еврейские. И поэтому, если ваш аргумент опирается главным образом на них, то для меня это, скорее всего, не будет аргумент. Хотя, конечно, нужно детально разбирать каждое утверждение, если уже мы начнем разговор. И то же самое касается методов истолкования Танаха. Чтобы разговор состоялся, нам нужно будет предварительно договориться о них. Что является законным, легитимным, допустимым способом истолкования Святого Писания. А что не является таким способом. Что является просто тем или иным фокусом с буквами, словами и предложениями. После этого лирического отступления давайте вернемся к нашей теме. Основная предпосылка учения эфраемитов это исчезновение десяти северных колен. Предпосылка эта ложная, как было доказано в первой части программы. Даже если часть этих евреев из этих колен ассимилировалась, то есть растворилась во Сирии и других странах, значительная часть дожила до Вавилонского пленения и вернулась в Южное царство. И воссоединилась со своими братьями из Южных колен. О чем ясно свидетельствуют как Танах, так и Новый Завет. Два текста, которые я считаю священным писанием и достаточно достоверным источником информации о Боге и о том, что Он делает. Повторяться не буду. Если вы хотите, вы можете посмотреть первую часть. Каким образом я пытаюсь доказать, что это действительно так. И таким образом получается, что исходная посылка всей теории это просто карточный домик. Однако ее приверженцы предпочитают закрывать на это глаза и пытаются прочитать те или иные тексты Танаха так, чтобы получился искомый результат. Подогнать решение задачи под ответ, так сказать, если вы когда-то сталкивались с таким оборотом речи. Лично мне чаще всего попадается ссылка на следующие стихи. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. «Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Люди читают эти стихи и говорят примерно следующее. Посмотрите, вот оно, «Черным по белому обетование Божье о новом завете». О том самом завете, в котором мы живем сегодня, о завете, связанном с Мессией Ешуа, в которого мы верим. Так? Так. Кому же, — спрашивается, — этот завет был изначально обещан? С кем Бог обещал, согласно этих слов, его заключить? Со всеми народами? Нет. Этот завет был обещан, как тут написано, Дому Израиля и Дому Иуды. И нет больше, — говорят наши собеседники, — нет больше ни одного народа на земле, которому сам Бог обещал Новый Завет. Это обетование есть только в этих стихах Библии, и оно дано только Дому Израиля и Дому Иуды. Что же отсюда следует? Что все сегодняшние новозаветные верующие — евреи. Одни — потомки Дома Иуды, то есть Южных Колен, а другие — потомки Северных. Вот такое решение задачки. Ответ получился, разумеется, тот самый, который нужен. Мы — евреи. Ответ неправильный. Почему? Потому что в Новом Завете сказано, что новозаветные верующие — это не только евреи, но и люди из всех других народов. Причем написано это неоднократно и черным по белому. Так что не увидит этого лишь нежелающий видеть очевидное. Однако, справедливости ради, сделаем краткий обзор. До своего распятия и воскресения Ешуа и сам проповедовал благую весть о царстве только евреям и учеников посылал только к погибшим овцам Дома Израилевым. Даже специально говоря им не идти к самаритянам, ни к язычникам. Однако, после воскресения и излияния Святого Духа, он велит им идти с проповедью во все народы. Именно это и написано на греческом языке в Евангелиях. В этом тексте нет ни малейшего намека на то, что апостолы должны разыскивать среди народов мира евреев или потомков северных колен. Нет такого намека и в тех словах Ешуа, которые мы читаем в первой главе Деяний. Эти слова сейчас у вас на экране. Но может быть апостолы сами отыскали этот намек в дальнейшем, прибегнув к каким-нибудь очень продвинутым методам толкования слов Господа своего. В Деяних мы читаем о том, как они выполняли это повеление Мессии и как, соответственно, развивалось их понимание этого повеления. Первые несколько лет они не проповедовали благую весть никому, кроме евреев, то есть исключительно евреям. То есть они понимали это поручение Господа лишь отчасти. Но затем наступают два поворотных момента. Первый в восьмой главе, когда слово Ешуа выходит за пределы Иудеи и достигает Самарии. А второй в десятой главе книги Деяний, когда Петр после особого сверхъестественного вмешательства Бога идет в дом Корнилия. Даже не самаритянина, а римлянина, то есть уже самого настоящего нееврея, который слышит о Ешуа, верит услышанному и принимает Святого Духа точно так же, как раньше его, то есть Святого Духа, приняли еврейские ученики Ешуа. Спутники Петра в изумлении, в шоке. Почему? Потому что Корнилий 100% не еврей, он язычник. Конечно, он не идолопоклонник, при этом Бог еще раньше просветил и обратил его сердце от идолопоклонства, и поэтому он молится ему, то есть Богу, а не римским богам. Однако он и не самаритянин, и уж тем более не еврей, он не сделал обрезания, то есть не обратился в иудаизм. В том-то все и дело, что Бог оказывается, они начинают понимать, дает ту же самую веру и того же самого Святого Духа, причем в сопротивождении точно того же знамения, иных языков, 100% не еврею. Это для них было совершенно неслыханное что-то. И тем не менее это явь, это реальность, а не фантазии. Отрицать это невозможно, это требует осмысления и объяснения, да, но отрицать это просто лгать. Параллельно со всем этим Шауль, он же Павел, ведет собственную проповедническую деятельность среди неевреев. Конечно, и среди евреев тоже, прежде всего он в синагогах, но дальше он двигается уже к язычникам. В конце концов, апостолы собираются в Иерусалиме, куда приглашают и его, для того, чтобы обсудить вопрос о неевреях обстоятельно. К какому же выводу они приходят? И может быть к выводу о том, что все эти неевреи потомки потерянных колен? Об этом, а также о понимании пророчества Еремии, которое мы сегодня цитировали, мы поговорим через неделю. Спасибо. Шалом.